Борщевик с каждым годом расширяет границы владений. Теперь это ядовитое и опасное для человека растение можно встретить не только в пригороде, но и в самой Твери. С каждым годом он все ближе и ближе подбирается к общественным местам и даже образовательным учреждениям. Как не оказаться во владениях борщевика и не оказаться на больничном, и какие меры предпринимаются в борьбе с ядовитым растением, в следующем сюжете. На заброшенных сельхозугодиях Тверской области ему оказалось тесно, и он решил расширить границы власти и перебрался с далеких окраин в саму Тверь. Преодолев городскую черту, борщевик разбросал свои колонии во всех районах областной столицы. Заволжский район, улица Седова. Здесь ядовитый сорняк соседствует с детским садом номер 9. Буквально в нескольких метрах за забором детская площадка. Такому соседству здесь никто не рад. Возмущен крайне, потому что есть организации, которые отвечают за это, администрация города. И тем более рядом с детским садом, то здесь, конечно же, нужно поднимать вопрос о том, что обращать внимание на это, чтобы взялись за эту работу. Нужно выявить эти места, обкосить, так сказать, и обеспечить безопасность, прежде всего, наших детей. Потому что борщевик, все-таки, он дает, он чуть тяжело сложнее. Я видел людей, которые были обожжены этим растением. Это очень серьезно. Администрация дошкольного учреждения самостоятельно ведет борьбу с этим зеленым агрессором. Однако избавиться от опасного соседа не так-то и просто. Коса в этом случае отнюдь не главное, но действенное оружие. Но она способна только на время обезвредить зеленого противника. Очень скоро ядовитые листья появляются снова. Борщевик хоть и цветет раз в жизни и сразу после плодоношения отмирает, но оставляет после себя многочисленное потомство, которое продолжает его ядовитое дело. Размножается исключительно семенным путем. Семенная продуктивность огромная. Больше того, семена сохраняют схожесть до 15 лет. Вот один раз обсеменился, 25 тысяч семян дал. Представьте себе, насколько времени этих семян хватит даже от одного растения. Вполне привольно себя чувствует зеленый завоеватель и в центре Твери. Например, на набережной реки Лазури. Эта территория становится для прохожих опасной зоной. Ведь устранять последствия случайной встречи с этим сорняком придется долго. Сок борщевика при контакте с кожей человека вызывает химический ожог. В иных случаях при наличии сопутствующих заболеваний или аллергической реакции может и вовсе привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода. Это действительно долго лечится. Достаточно неприятное состояние. Потому что это выраженный болевой синдром. Это изменение на коже в виде пузырей, красноты. И лечится это недели 2-3. Требует назначения препаратов, перевязок, наблюдения, хирурга или травматолога. Поэтому даже косить борщевик дело небезопасное. В схватку с ним голыми руками вступать не стоит. Нужно не только вооружиться, но и защититься. В качестве обороны резиновые сапоги и перчатки. Но лучше, если этим займется техника. Городская администрация в июле этого года читалась о том, как ведет борьбу с борщевиком в тандеме с МБУ «Зеленстрой». Главное оружие, техника и обработка. Мы этими обработками уничтожаем борщевик. И также не даем ему распространяться на оставшихся площадях. Потому что если не производить своевременные такие работы, то борщевик будет занимать все больше и больше площади нашего города. Однако борьба с борщевиком на данный момент не закончена. И пока что перевес сил явно в сторону зеленого завоевателя. Как говорят биологи, тяжелая артиллерия в борьбе с ним должна применяться регулярно. Едва растение начинает выпускать побеги. А химикаты в этом деле не лучшие помощники. Это делать нужно регулярно. Не один раз в сезон. А по крайней мере раза два-три. По мере отрастания новых светоносных побегов. Ну и поскольку семян-то в почве запасны на 15 лет, то надо это делать в течение многих лет. Использовать всякие химические препараты, в частности раундап. Но этим мы только загрязняем почву и вредим соседним растениям. Один в поле с борщевиком не воин. Самостоятельно с ним бороться задача не посильная. В этом случае целесообразнее не тратить время и не рисковать здоровьем. Граждане могут оставить заявки на уничтожение борщевика в департамент дорожного хозяйства Твери по телефону 34 34 53. А затем к делу подключается техника МБУ Зеленстроя. Организация действует в рамках региональной программы борьбы с борщевиком Сосновского. Эта проблема настолько масштабная, что вынесена на городской уровень. Продолжение следует...